Управлять зрителями очень непросто. Неважно, телевидение это, кино или интернет. И лучше всего для этого подходит теория цвета. Создание визуальной эстетики, вызывающей эмоции у зрителя. Теория цвета в кино. Я Джей, и сегодня поговорим о теории цвета в кино. Поехали, давайте перейдем прямо к сути. Вы, наверное, знаете, что раньше кино было черно-белым. Да, цветов не было. Сегодня же, когда мы можем использовать в кино цвета, мы все одержимы цветом. Мы видим цвета каждый день. Их используют, чтобы продать нам что-то, чтобы заставить нас испытать определенные чувства и направить наш взгляд куда-то так, что мы этого даже не осознаем или не заметим. Даже зная, как эффективно использовать цвета, чтобы создать настроение или атмосферу, очень непросто сделать так, чтобы это работало. И в этом видео я постараюсь объяснить, как создавать цветовые гаммы, приятные глазу. Вот почему, будучи рассказчиком, крайне важно понимать цвет и все те способы, которыми его можно использовать как инструмент рассказчика. Начиная с одежды и цветных гелиевых фильтров, до фильтров для постобработки, цветовые гаммы в кино играют решающую роль в видении режиссера. Но как цвет может рассказать историю? Это объясняется тем, что цвет может воздействовать на нас эмоционально, психологически и даже физически, чего мы часто и не осознаем. Цвет в кино может создавать гармонию или напряжение в сцене, либо привлекать внимание к чему-то конкретному. В истории цвет может вызывать определенную психологическую реакцию у зрителей, подчеркивать важные детали, задавать настроение фильма, представлять черты героев и прочее, а также показывать изменения или арки на протяжении истории. При сознательном выборе и правильном использовании, цветовая палитра создает настроение и задает характер всего фильма. Три главных цветовых компонента — это тон или, собственно, сам цвет, насыщенность, интенсивность или чистота цвета и значение — определяет, насколько светлый или темный тон. Многие зрители проявляют предсказуемые и схожие реакции на определенные цвета. Насыщенный красный цвет, как выяснилось, повышает кровяное давление, тогда как синий оказывает успокаивающий эффект. С прочими цветами также связаны различные устоявшиеся эффекты, хотя это и не догма. Не существует единого правила для выбора цвета. В конечном счете, реакция зрителя зависит от того, как она задается на протяжении фильма. Например, красный. Вероятно, на этот цвет мы реагируем наиболее эмоционально. Он может олицетворять страх, смерть, предзнаменование, но также и надежду, любовь, чувственность. Режиссеры должны понимать теорию цвета, но ни в коем случае не быть ограниченными ею. В то же время, единственный цвет может приобретать более глубокое значение. Чем лучше проработана палитра цветов, также известная как цветовая гамма, тем более эффективен и коммуникативен тематический контекст. Сбалансированные цветовые схемы соотносятся с гармонией цветов на цветовом круге. Вы скажете, какой еще цветовой круг? Ну, в общем, цветовой круг состоит из трех главных цветов. Желтого, синего и красного. И затем можно их смешивать для создания производных цветов. И еще можно смешивать эти вторичные цвета с основными и получать еще больше цветов. И это будет полный цветовой круг. Все это не важно для того, что мы пытаемся сделать, но знать это не помешает, так как мы еще вернемся к этому. Четыре самых распространенных цветовых гаммы или цветовые гармонии. Это сочетание однотонных цветов, аналогичных, дополнительных и троичная гармония. Пожалуй, легче всего начать с однотонных цветов, так как они включают всего один цвет. Это лучше всего подходит для одного объекта, так как заставляют зрителя сфокусироваться на деталях изображения. Эта цветовая гамма проявляется в оттенках единственного цвета, например, красного, темно-красного и розового. Это создает глубоко гармоничное чувство, мягкое, умиротворенное, успокаивающее, как те, что мы видим в Гранд Будапешт или Королевстве полной луны. Матрица также отличный пример монохромной цветовой гаммы в кино. Практически все сцены в мире Матрицы имеют зеленый тон. Оттенки зеленого заполняют все в кадре и создают естественный умиротворяющий эффект, олицетворяющий всех спящих в Матрице. Аналогичные цвета соседствуют друг с другом на цветовом круге. Они обычно встречаются в природе. Они отличаются тем, что приятны глазу и обычно создают умиротворяющее, уютное, расслабляющее и вообще гармоничное настроение. Дополнительные цвета находятся на противоположных сторонах цветового круга. Они очень популярны. Например, оранжевый и синий — это дополнительные цвета, используемые во многих блокбастерах. Майкл Бэй прибегает к ним постоянно. Они приятны глазу естественным образом. Но о чем обычно не упоминают, это то, что вы не должны использовать оба цвета одинаково. Вы не должны использовать на 50% один цвет и на 50% другой. Один из цветов у вас должен доминировать. Обычно это самый слабый цвет, а другой цвет добавляется вкраплениями. Два цвета часто связаны с конфликтом — внутренним или внешним. Независимо от выбора цвета, дополнительные цвета будут сочетать теплый и холодный цвет и дадут высокий контраст и сильное напряжение в фильме. Троичные цвета — это три цвета, расположенные на равном расстоянии друг от друга на цветовом круге. Например, красный, синий и желтый. Один цвет доминирующий, два других служат для акцентирования. Троичная гамма встречается в кино реже всего. Но она может быть поразительной и сильной, даже если цвета не насыщены. Она лучше всего подходит для мультфильмов и сцен сюр, просто потому что они на самом деле выглядят несерьезными. Здесь вы увидите Супермена в ярко-красном костюме, в котором есть еще синий и желтый, чтобы выделить остальные элементы и создать приятную глазу картинку. Дисгармония бывает сознательным выбором режиссера, чтобы отойти от сбалансированных цветовых гамм, упомянутых выше, и перенаправить внимание зрителя. Диссонирующие цвета помогают выделить в фильме героя деталь или момент. Учитывание различных компонентов теории цвета позволяет нам теперь рассматривать выбор цвета гораздо шире, не только в одной сцене, но и на протяжении всей истории. Когда цветовая гамма связывается с определенным героем, предметом, местом или темой, это становится символом. Это прослеживается во многих мировых фильмах. Убить Билла связывает с героем оранжевый цвет. Повторение гаммы или сдвигать цветов на протяжении всего фильма часто представляет трансформацию героя и истории или темы. Это мощное средство, чтобы на подсознательном уровне раскрыть героя или арку истории визуальным образом. Хотя многие цветовые гаммы в кино могут оказывать универсальный эффект на зрителя, на самом деле нет простого решения или одного ответа, какую выбрать гамму. В конце концов, это зависит от режиссера, какую роль сыграет цвет. Я имею в виду, что изучение общей теории цвета это очень важный шаг. Чтобы все упростить, есть отличная программка, которая называется Adobe Color, где можно поиграть с цветовым кругом и получить самые разные сочетания, подвигать ползунки и даже оценить различные цветовые гаммы. Просто поэкспериментируйте с цветом. Еще одна вещь от Adobe, это приложение Adobe Capture. Вы можете использовать его на телефоне и программа укажет доминирующие цвета в вашем фото. О цвете можно говорить еще очень много, однако что-то я затянул. Надеюсь, вы узнали кое-что о теории цвета и как улучшить ваши работы. Или хотя бы я открыл вам дверь в новое непознанное. Если вам понравилось, жмите на лайк, делитесь и не забывайте подписываться. Я Джей, еще увидимся. Перевел и озвучил Сергей Афонин Субтитры сделал DimaTorzok